Так, мы еще в массажной рыбке. Основной вес попы садим сюда. Ноги ставим сюда. Подальше удобно садимся. Попы подальше. Сюда ножки. Все, сначала опускаем пяточки. Пяточки. Ух ты! Первые минуты могут быть очень щекотные. Можно покатать, сниматься, можно путь. Жесть! Че они так? Категорически нельзя, когда ноги опусим, буду дергать ногами, подрезка выдирать их из воды. Ну понятно, это будет для них. Они прям из воды выползают, чтобы меня... Ноги полностью опускаем. Две одновременно. Две одновременно. Ничего себе. И так как у нас вода поступает со столовой, она с хлоркой, у нас нет возможности здесь обстаивать 3 дня. Даже дома когда-то поливаете, чтобы жевать себе воду на 2 раз дома. Здесь у нас стоят несколько видов фильтров, которые эту воду очищают от хлорки. Часть хлора остается здесь, для дезинфекции аквариума. А часть, ну то есть большая часть, она расстояется там. То есть нам надо, чтобы здесь и рыбка хорошо была, да, и чтобы дезинфекция была. Если понимаете, что это такое, вот посмотрите. Это тестер. У нас содержание хлора без инфекции аквариума. То есть у нас постоянно приходит, постоянно проверяем. Значит, никакая зараза, никакой припомни, ничего здесь не передается. Каждые 2 часа вода в аквариуме приняется полностью. Через каждые 20 минут она вот так вот столько выливается, столько же заливается. То есть вода, которая здесь была, выливается, столько же очищенно сюда заливается. То есть вот так вот этот процесс идет постоянно. А рыбки чем питаются? Рыбки эти у нас питаются своим формам, вот дорогой, хороший германский форм, минералы, витаминные водоросли. Человеческая кожа, это случайный фактор, попавший к нему роду. Но они как все малыши, а это здесь у нас мальки, мы привозим их с питомниками мальками, они живут мальками, они берутся мальками. Для того, чтобы рыбка размножалась, нужно, чтобы она выросла до таких размеров, то есть чтобы ее исполнилось именно в обогоне. Так как у нас здесь маленький объем аквариума, по населенной свете, как отрежутся трубы в каждом аквариуме, то есть это просто физический развод. Поэтому они у нас здесь живут мальками, развлекаются мальками и умирают мальками. Питомники у себя на природе, они живут от 3 до 5 лет. Здесь, ну, к сожалению, они от 1,5 до 8 лет. А в питомнике они нормальные, у себя в природе. Рыбка теплолюбивая, мы работаем и зимой, у нас там стоят еще обогреватель, у нас тут вечером, когда я буду выключать свет, я подкручиваю, чтобы температура была большая. Ночью здесь температура опускается, где 10-15 грамм. Здесь мы находимся физически. Это то, что когда тепло, то есть в помещении, но погревается солнышко, мы даже в лажанке кондиционер включаем, а зимой включаем, вот погреваем. Видишь, что это здесь? То есть в лейтозакрывается, где-то не закрывается. Здесь, здесь, и все. То есть вот он работает. Вот здесь. Это в лейтоза небеса. Очень активный, очень общительный, у них очень хорошее зрение. Посмотрите. Сейчас все соберем. Детская согласованная группа за мной. Ваня, да я активно тоже с вами уже пообщалась. Любой предмет, который попадает к ним в воду, это объект для исследования. То есть они, как наши дети, везде лезут в природу, в смысле слова все тащат. Если взрослым рыбам опустить аквариум в руку, ну или там, допустим, ногу, то есть для них это будет исток, вот так палку в воду бросаешь, они сначала в разную сторону разбегутся, потом увидят, что предмет не шевелится, и они будут плавать равнодушно. То есть вот эта вот вся возня, и интересно, как у нас шли. Все, как они попали до него. Покупаем мы в основном девочек, их можно отличить только по цвету. Все они серенькие. И здесь один мальчик у нас, ну, случайно попался, он вахватно красивый. Почему покупаем девочки? Потому что они любопытные, очень тактильные, везде лезут, все им интересно, все им надо. Мальчики, они поели и упали. Все. И могут сутки, ну, как вот на следующем дня, не есть, потому что они не лезут нигде, они энергию не тратят, у них нет аппетита. Они в основном лежат на лампе или когда солнышко светит, бреется на солнышко. Как в сонах, да? Как и в жизни мальчики. Поели и упали. Да, и пока. Да, и пока. Да. А рыбы, они не хищные, да, получается? Нет. Они кишечно-полосные. Если видели в аквариумах сумики, которые стеклышки чистят, видели? Их называют санитарами аквариума, они стекла чистят отдельно, и корм подбирают, чтобы у них тут в аквариуме. Вот они санитары аквариума, а эти, рыбка, доктор из-за того, что делают аппетитурный массаж стопы и пыли. Эти нашу кожу съедают. А они с одного отряда карпы. Как и сюда. А это вот девочки. Так, сейчас будем медленно ножки доставать с воды. Сначала одну пятка вверх, пальцы вниз, чтобы они как в скорочке скатились, и сюда ставим. И рядом потом. Сейчас, когда ноги вытерите насухо, попробуйте, какие стопы стали нежные. Они, конечно, не профессиональные педикюши, но свое дело знают. Как у вас тут ножки? Очень хорошо. Это все съели. Ой, вообще. Вообще. Ты потрогай. Вы сколько осидели? Десять минут. А вы десять минут. Вот так. Ну, вот здесь какую красоту вам на ножки. Все можете выбрасывать. А вы даже внимания не обратили, да? А я заслужилась вас? Ну. Так что теперь знаете, где мы находимся. Приходите к нам. Я двадцать минут посижу. Пожалуйста. Я что-то только приехала уже несколько, ну, три дня. Третий день я ни минуты не сидела. Я хочу, я хоть посижу. Вот примерно так же, да. Я сейчас четыре часа поспал. И вперед. Второй раз поворачиваю. А, ты тут могу. И все, да? Ну, я приехала спать, что ли? Обедать надо по Сочи до ночи. Да, да, да. Да, да, да. Я не сплю, да. Вот я как-то... А море купаетесь? Ну, а сегодня днем окунулся, и сейчас мы на сапах. Да, и на сапах сейчас получается еще полтора часа на заплыве пошли. Чуть позже, да, тоже видео выложим. Я купаюсь. Не, ну я тоже купаюсь. Я просто стараюсь, когда я загораю, чтобы не на мокрую кожу загорать. Ну да. Чтобы вот этих капелек не было. Да. Что делаю? Иначе... А когда капля, да. Как линза. Да, и будет повышенный пигмент меланина на это место. Да. Возможно. Ну, типа веснушки, так сказать. Это это вообще получается. Метрофиолета пропекается через каплю. Она как линза. Ну, я... Погнал с ней загорать. Я как раз сегодня позагорал, потом перед походом в столовую окунулся. Хорошо вечера. Оделся сразу и пошел на обед. Сегодня вода вообще супер. Потому что, если вчера она была сверху, как пырное молоко, там она холодная, но когда плывете, ловится течение, и я прям плыву по пырному молоку. Вот. Даже если там где-то холодная, уже реакция ноль, то сегодня волна, она перемешалась. Ага. И сто процентов она девятнадцать с половиной градусов была. Ну да. Я зашла, она была просто теплая. Ну, я не знаю, может, у меня порог. Вот там у нас женщина с подростком, с девочкой тоже купаются. Ага. И папашка, ну, каждый день. Ребенок такой у него, вот такой вот, одевает белое, чтобы не сгорело, на матрас кладет, они там целый день. он утыкается, да? Да, да. Целый день он на матрасе, на тур, или все равно в воде он получается. Сбрить. Прикольно. Это ребенок, это мой прошлый смену, да. Это кто-то захотел, мальчик не забоялся. А по идее, можно же всем телом погружаться и взрослым, а ну, если большую ванну взять, какой-нибудь бассейн. Я была в бассейне с этими рыбками, когда заходишь, прям так вот, ну, он примерно, такой полукруглый, вот такой вот, от меня, это поребрика. Ага. Когда потихонечку, по ступеньку спускаешься, спускаешься, воды там вот так вот. То есть ты заходишь, можно присесть, можно лечь, такое вот так вот. Я прям вот так вот легла, у меня вода тут вот так вот, и они мне еще все лицо почистили, то Саша кайфанула. Ну, у нас полчаса было, мы в Турцию ездили, 10 минут стоит, полчаса. Перед тем, как идти в хамам, мы сначала на рыбке сходили, 10 долларов, а потом 30 долларов за хамам. Мы все, то есть, мы тоже так делали. Кайфанули. Мы приехали на вот этот хамам, на чистку, как обычно. Да, да. Старая садра, чтобы попасть на домы, на липла. Сначала нам рыбок сделали, еще что-то сделали, фруктов надавали, потом массажи нам сделали, пенку это чистили. Да, да, да. Красота. А где-то там вчера закавляла где-то. Ну, ничего, я думаю, скоро и в Сачак появятся бассейны с рыбками. Если будет спрос. Есть, да, уже? Конечно, тоже по всему миру есть. А где-то можно их найти? Это, наверное, в интернете где-то? Ну, есть два питомника в России. Один в Подмосковье. Один в Подмосковье даже? А. А, то есть, это не в город идти, да? Набираете прям гарр, ну, или рыбка-доктор, кто название так не знает. Или фиш-спа, или массаж рыбками. И вам там прям все повыкидали. Я почему-то в первый раз об этом услышал, о рыбках услышал от знакомой, именно которая в Сачах, где-то в отеле, у них эта процедура была, ну, тоже для ног. А вот про бассейн, я прям сейчас впервые слушаю, то, что он уже есть. Это достаточно такая популярная процедура. В начале 90-х еще наши ребята завезли ее из Турции. Ну, рыбка запрещенная к вывозу его. Это контрабанда, они ее сюда завезли, они ее на 7-8 раз все время отбирали. То, что там, в 10-10, ну, даже тоже осматривались. Ага. Ага. Фури не отправишь. Ага. Дышать надо только вот в машине, и так, таким образом, они там... В общем, как-то перекинули, получается, через границу. В 90-е годы, да, первые вот эти рыбки, они появились в Санкт-Петербурге и Москве. То есть, московские, питерские красавицы, чтобы посидеть 10 минут на рыбках, записывались за 2-3 месяца вперед на эту процедуру. Ничего себе. Когда они говорят, можно 20, они говорят, нет, через 2 месяца придешь. Ага. Ну, у них тогда считалось, ты была на фиш-спа? Она говорит, да. Ну, ты молодец, да, это крутая чурека. А если ты не была на фиш-спа? Типа, а статусность, да, типа... Ага.